Добрый день дорогие друзья! Мы останавливались с вами в разговоре о введении ботулотоксина при косоглазии. Мне хирурги, мои коллеги говорят, Ленка Синович, так вы что против ботулотоксина? Да нет! Я же не говорил, что против. Только единственное, перед введением ботулотоксина обязательно надо подготовить мозг к восприятию изображения через левый и правый глаз. А вы что делаете? А вы просто вводите в основном, уважаемые мои коллеги хирурги, просто ботулотоксин, глаз начинает выравниваться, вы радуетесь и все довольны. Но ведь мозг же не научился управлять двумя глазами. Вопрос, зачем вы его вводите? Вот против чего целый ряд моих фильмов. Против введения ботулотоксина без предварительной подготовки мозга к восприятию изображения левым и правым глазом. Если вы этого не делаете, знайте, что успех у вас очень маленький и осложнений будет очень много и есть уже. Ко мне поступает много пациентов, которые уже провели такие манипуляции, которым провели и вот они в недоумении, а как же? Так бесконечно. Бесконечно, конечно. Надо же мозг одновременно, не только мышечный компонент, потому что введением ботулотоксина мы воздействуем на мышечный компонент, но не на мозг. А мозг должен уметь управлять двумя глазами. Я обычно студентам говорю на лекциях, глаза сами бестолковые, они могут гулять во все стороны. Их удерживает только мозг. Мозг должен удерживать глаза. Это способность фузионная называется. И эту способность необходимо культивировать, разрабатывать параллельно сначала до операции ботулотоксином введения, в процессе и после, и не прекращать ни на один день. Сенсорное, моторное, это разные функции в лечении косоглазия. Технологический процесс лечения, это сложнейший процесс, потому что основная часть все-таки приходится на мозг, но не на мышечный компонент. Это нужно лечить, воздействовать на мышечный, но не забывать, что сенсорная мозговая функция, она принимает эстафету от хирурга, подчеркиваю, от хирурга, который прооперировал глаз или ввел ботулотоксин. И после этого он должен немедленно дать информацию мозгу. Мозг, держи оба глаза, не отпускай. Я думаю, понятно сказал, мое выступление, мое сегодняшнее такое изложение материала направлено и врачам, и интернам, и студентам, и всем, кто имеет косоглазия или его не имеет. Благодарю за внимание.